Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал EGZGET поступил вопрос, в чем разница между верой и религией. Религия — слово, которое, ну, такое внебиблейское, слово, которое, тем не менее, имеет вполне конкретное значение, потому что религары — это «связывать» по-латыни, то есть, в принципе, как ты связываешься, как ты контактируешь с высшими силами, в данном случае, конечно, с Богом. И вопрос, а что же такое вера? А вот про веру у нас есть однозначный ответ, и я предлагаю сразу его прочесть и дальше немножко продолжить наше осмысление вопроса. Давайте откроем послание к евреям апостола Павла, 11 главу, и прочтем первый стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот как раз то, что ты находишься в какой-то связи с Богом, ну, как вокруг древние язычники, или даже верующие в истинного Бога, израильтяне, или верующие в истинного Бога еще до появления израильского народа, древние праведники, да, там, Ной как жертву Богу приносил, все равно ты берешь и как-то устанавливаешь контакт с Богом. Однако большой вопрос, вот то, что ты ожидаешь, насколько это осуществится. Вот как раз вера — это не только некоторая надежда, надежда, что вот может, а может, так будет. Вот как человек идет в храм и ставит свечку и думает, ой, а может, там у меня поправится какое-то здоровье, поправится какое-то финансовое благополучие, да, вот как-то там поведение. Везет там в лотерее в какой-нибудь и так далее. Является ли это верой? Вера — это не является. Религия — да, является. Человек решает какие-то свои проблемы, проблемы земные с помощью религиозных каких-то шагов, в том числе даже внутри христианства. То есть прийти, приложиться к какой-то иконе, поставить свечку, сделать какие-то поклоны, прочитать такие-то акафисты, в такие-то дни такие-то, такие-то дни другие, найти каких-нибудь там в интернете тоже проходимцев, которые будут там призывать тому, что вот, ой, как-то там акафист по-особому прочитать, что-то куда-то там перевести, какие-то средства, и тогда еще сильнее сработает. И действительно, это все действия будут религиозные. Но эти религиозные действия, они не будут означать, что человек живет по вере. Потому что вера, когда ты берешь и веришь, во-первых, все-таки во что-то невидимое. То, что ты веришь, что Бог, который... Вот даже как, почему Господь говорит Фоме, блаженны, не видевшие, но верующие. Потому что, да, он показывает себя Фоме, он открывает нам, и мы можем, да, приобщиться к святых христовых тайнам, но, тем не менее, мы вот не видим Бога, но все равно верим. Верим ему, доверяем ему, и мы в Боге уверены. Настоящая вера начинается, когда человек, и почему человек слабеет и крепнет в вере, несмотря на то, что он может, в принципе, в храм ходить. Или, наоборот, человек берет, и он его сажает в лагерь во время гонений, и он не может участвовать в таинствах церкви. Или он находится во вражеском плену, например. Тоже никакой у тебя религиозной жизни такой формальной внешне нет. Ну, из-за исключения того, что ты все-таки молишься в душе о Господу Богу. Но, тем не менее, вера тебе помогает. Тебе помогает, потому что эта вера, она не ограничена вот этим видимым миром вокруг нас. Но она устремляется к невидимому Богу и верит, что сбудется это. Тут я бы все-таки человек, который религиозный, человек верующий, провел тоже границу в том, что вера, она подразумевает два очень важных таких фактора, которые в веру должны входить. Это уверенность и доверие. Мы берем и уверены в Боге. Мы уверены, что Господь нас не подведет. Мы уверены, что действительно Господь нас спасает. И мы Богу доверяем. И доверяем даже в тот момент, когда что-то идет, вот кто-то нас обстоятельства житийские погладили против шорстки. Отнюдь не все благополучно. Не все мы можем понять. Не все мы можем даже разумом разобрать. Не все мы можем найти в религиозной какой-то практике. И даже в религиозной практике мы можем найти препятствия. Да, мы стоим на службе на какой-то, она очень длинная, мы устали, нам совсем не молятся. Мы думаем, что я здесь делаю, но все равно мы по-прежнему Богу доверяем, мы в нем уверены. Мы не понимаем, что это в богословии, но мы все равно Богу доверяем. Мы даже разбираемся в Священном Писании, и еще больше вопросов появляется, а все равно мы Богу доверяем. Мы доверяем и верим, что Господь будет свою заботу о нас проявлять. Поэтому, дорогие братья и сестры, наша задача, конечно, быть людьми верующими. Но надо помнить все-таки слова апостола Иакова, вера без дел мертва. Да, потому что если ты веру не подкрепляешь, и апостол Павел, вот после той цитаты, которую мы прочли, он тоже весь Ветхий Завет по пунктам разбирает, как, кто верой, что делал из праведников. Вера, она даже есть и есть, но если в делах она не реализуется, она умирает. И она вроде была, она может сохраниться в каком-то религиозной практике, а может и вообще полностью уйти. Именно поэтому религия, она не противопоставляется вере. Религия — это лишь средство, которое вера может использовать. Потому что ты берешь и, конечно, поступаешь по любви к ближнему. Это шаг верующего человека, верующего. Тебе выгодно поступить так, а ты поступаешь не как тебе выгодно, а так, чтобы позаботиться о ближнем. И тем самым ты показываешь, что ты его действительно Богу любишь. Однако, как показать свою любовь непосредственно Богу? Ну, как раз какой-то религиозный обряд. Да, мы пришли, спели там величание празднику. Мы взяли, правда, вот приложились к иконке, поставили свечку. Вторичные вещи — вторичные. Религиозные — религиозные. И мы свою веру, веру бездеятельную, можем на вот эти простые религиозные шаги опереть. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, разница есть. Разница есть, потому что вера — это должна быть суть, стержень нашей духовной жизни. А религия — это некоторая такая подпорочка, на которую где-то надо опереться, а где-то, наоборот, если что-то религиозное, что-то какое-то обрядовое, что-то внешнее нам мешает, мы, наоборот, вот это обходим и идем дальше ко Христу. И наша вера остается непоколебимой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись здесь. Продолжение следует...